Салам астаму ахурм ахурм ахтон адастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня мы проводили митинг за бесплатное образование. Я хотел бы коротко сейчас озвучить свою позицию по итогам этой акции. Полной информации у нас еще нет, к сожалению, по всем городам. Они приходят поэтапно. Пока идет сейчас эфир, еще кто-то находится в отделении полиции. Мы полную статистику не имеем, их выпускает, понятно, всех. Никто на длительный срок не задержан, не арестован. Поэтому более-менее полную картину мы сообщим вам в понедельник в 21 часов по Астане на очередном нашем эфире. Итак, ребята, сегодня акция протеста состоялась. Митинг сам по себе не состоялся, потому что нигде не дали в Казахстане людям выступить. Но акция протеста состоялась. Я могу сказать, что мы получаем в штаб ДВК огромный объем информации. И сегодня по всем регионам количество наших сторонников было многократно больше. Просто несопоставимо больше, чем в прошлый раз. Я думаю, что минимум в 10 раз было, минимум. Поэтому, если говорить о масштабе того, что прошел митинг 10 мая и сейчас, он несопоставим. И если в прошлый раз была у вас картинка, видео, вы видели людей, которые озвучивали лозунги и так далее, а сейчас их нет, и у кого-то и ныне, то вы не заблуждаетесь. В этот раз у нас было минимум в 10 раз больше, причем в каждом регионе. Я сегодня проанализирую, навскидку, что произошло. Потом изложу свое мнение. Я видел те или иные соображения, которые говорили активисты. Я знаю, что пишут аккординские тролли. И я на них сначала, наверное, поотвечаю на эти вопросы, чтобы вам было легче позатем занимать ту или иную позицию. А потом мы подискутируем, поспорим и, наверное, поговорим уже о следующих акциях. Ну, сначала я вам дам предварительную информацию. Первое. Вы видите, как режим был напуган. То есть, те, кто говорит, что митинг не состоялся 10 мая, они заблуждаются, и это подтверждает действия властей. Если бы на митинге 10 мая было мало людей, если бы митинг практически не состоялся, как писали некоторые блогеры и журналисты, то сегодня, 23 июня, не было бы вот таких действий со стороны власти. Более того, весь месяц, пока мы готовились к этому митингу, вы знаете, шло мощнейшее давление на наших активистов. Власть выявляла активных людей через Facebook, через старые фотографии, когда наши активисты участвовали на акциях 21-22 марта на Наурис, 2 апреля, когда была акция по аутистам, 21-22 апреля, 10 мая, власть всех фотографировала, анализировала, заносила в картотеку, и поэтому между 10 мая и 23 июня, вы знаете, шло массированное давление. Если бы у нас действительно митинг был слабый 10 мая, первая акция, первый митинг демократического выбора Казахстана, как вы понимаете, не было такого массированного давления по всей стране. И это давление было не просто там в одном или втором городе, давление было по всей стране. Это о чем говорит? О том, что власть знает больше, чем те аналитики, блогеры, журналисты. Они имеют большие группы, которые анализируют социальные сети, они имеют оперативников, которые анализируют атмосферу, социальную атмосферу в тех или иных городах страны. Вы же поверьте мне, человек, который много лет знает эту власть, работал министром, я прекрасно знаю, почему так действует власть, и понимаю, что она просто напугана до ужаса. Не просто напугана, напугана до ужаса. Напуган в первую очередь на султан Назарбаев, потому что то, что сейчас происходит, в его практике никогда не было. Это беспрецедентный подъем, беспрецедентная самоорганизация людей и колоссальное протестное настроение, притом оно политическое. Они, эти люди, когда мы говорим о протестном настроении, не хотят уже видеть шаловую власть, и он прекрасно это знает. Поэтому не слушайте тех, кто делает заявление, что в прошлый митинг якобы 20-30 человек. Это ерунда. В одной Алмате было в прошлый раз задержано около 200 человек. Больше 100 человек в прошлый раз было задержано в Астане. Есть все видеокартинки, когда несколько сот человек было в Астане, и около 200 человек было в Алмате. При этом Панфилово было перекрыто, я знаю, там сотни человек, которые не могли к этому месту прорваться, сотни. И поэтому, прекрасно зная реальную ситуацию, власть просто мобилизировалась как на войну. Вы это прекрасно знаете. Они учения проводили, выявляли людей, послушивали телефоны, ходили по домам, давали предостережения. Целые группы людей ходили по домам, выявляли одного-двух активистов, толпами заходили, проводили обыски. И все это происходило с 10 мая по 23 июня. Непрерывно. Вы знаете, что власть фактически заперла студентов в помещениях, политехи их увезли в горы на маевку, каких-то студентов распустили, где-то держали в общежитиях. То есть представляете, какая организационная машина мощная была брошена на акцию протеста, которую мы объявили 23 июня. То есть Назарбаев бросил все свои административные ресурсы, чтобы противостоять нашему сопротивлению, нашему митингу 23 июня. Вы это должны осознавать. На нас была брошена вся государственная машина. Сегодня я распространял видео, когда вдоль одной улицы стояло там около 10 автобусов с закрытыми занавесками, и там сидели полицейские или ОМОНовцы, или военные, непонятно кто, толпы. Вы понимаете, такие вещи происходят тогда, когда власть просто по низке напугана. Я точно знаю, что во многих тюрьмах страны объявили оперативную обстановку, очень сложную, запускали родных и близких с большим трудом поодиночке. Все тюрьмы были сегодня закрыты, не допускали ни адвокатов, ни родственников, были напуганы. Такое было ощущение, что мы собираемся штурмовать тюрьмы. И еще. Я сегодня получил сообщение из одного города, из региона, что мне сказали ребята, руководители ячеек. Один из них говорит, вот нас было 35 человек. Из них трое были 10 мая на митинге, а 32 человека были новые. Вот новые 32 человека, вдумайтесь, только трое было, участвовало в митинге 10 мая, и 32 новых. То есть в 10 раз пришло новых людей, в 10 раз больше пришло новых людей, только в одной группе, в одном городе, чтобы вы понимали. Если вы посмотрите, потом мы будем выставлять, сейчас выставляем, а затык посмотреть другие, вы посмотрите, сколько много людей стояло рядом. Да, они делали вид, что они просто на остановке стоят, просто гуляют, но обратите, какой масштаб был, совершенно другой. И в Алма-Ате такой же размах был, и в Астане был такой же размах. Во всех регионах страны мы вам дадим эти сводки. В понедельник мы очень много информации публикуем. Поэтому совершенно другая ситуация была. Здесь вот кто-то опять пишет вроде как бы в шутку, коктейль молотова нет, мы не будем никаких коктейль молотов, нам они нужны. Пример Армения и Грузия показывает, что мы можем добиться смены режима мирным путем, выбросьте из головы все эти вещи, выбросьте коктейль молота, там еще что-то, там палки, все выбросьте из головы. Понимаете, это глупая затея, нам это не нужно, мы сменим режим мирным путем, выбросьте из головы. Теперь о так называемых быстрых успехах. Я строил в жизни много всякого, строил дома, квартиры, магазины, офисы, строил бизнес в области сельского хозяйства, производство самых различных товаров, занимался оппозиционной деятельностью, в, наверное, очень мало сфер есть человеческой жизни, где я не приложил свою руку. Я вам скажу одну вещь. Каждый процесс, он требует такого же подхода, как вот при рождении ребенка, появляется зародыш, он постепенно растет, у него есть период созревания. В любом проекте, бизнес-проекте, политическом проекте, когда люди говорят, что вот завтра мы выйдем, выйдет у нас там миллионы, надо стоять несколько суток или месяцами, они заблуждаются, эти люди, которые, видимо, никогда самостоятельно ничего не реализовывали, не строили. На все требуется время. Процесс должен выкристаллизоваться, должны появиться люди, идея должна правильно оформиться. Это вот как кирпич кирпичикам. Смена режима – это тот же самый процесс, его нужно правильно организовывать, под него должны быть выстроены люди, под этот процесс должна быть идея. Эта целая машина должна быть создана. Вы же понимаете, Назарбаев контролирует многие ресурсы страны, основные, правоохранительные органы под ним и так далее. Это большая административная машина. И чтобы эту административную машину победить, мы должны построить сильную организацию, которая будет превосходить их по возможностям, по организации, по дисциплине, по преданности делу. Поэтому не будет такого, чтобы раз-два мы провели, собрались, крикнули, и толпа побежала. Это иллюзия, это обман. Мы должны построить нормальную организацию. У нас должны появиться свои лидеры. У нас должно появиться много лидеров в каждом регионе, в каждом городе, на каждой улице. Когда мы говорим миллионы, этим миллионами кто-то должен управлять. Не будет Аблязов управлять издали с одной точкой. Как вот в большой армии должны быть начальники штабов, командиры армии, начальники фронтов, командиры батальонов, командиры рот, командиры отделения, и просто активные люди сами по себе. Когда мы построим такую организацию, а мы ее можем построить в течение этого года, тогда мы будем превосходить нынешний режим по организации, по дисциплине, по нашим возможностям. Именно тогда мы победим. Случайности наскоком не будет. Не нужно питать никаких иллюзий, что мы раз прибежали, собрались и все, и сломали. Такого не будет. Вот здесь люди говорят, надо придумать песню. Да, мы придумаем. Это вопрос работы, времени. Но песни вы ничего не сделаете, дух не поднимете. Я считаю, что мы должны победить прагматизмом организации, правильными лозунгами, и так, чтобы в наши ряды вливались те, которые поддерживают наши идеи. Сейчас наши идеи должны быть озвучены и поддержаны. Вот мы говорим по образованию. Почему мы озвучивали тему образования? Потому что эта тема затрагивает всех. Потому что ежедневно чьи-то дети учатся, потому что ежегодно этим людям надо находить деньги на свою оплату, на обучение. Надо находить деньги на проживание, на аренду жилья и так далее. Все те, кто считает, что нужна другая тема, давайте обсудим. Но тема должна быть такая, чтобы она была животрепещущей, чтобы она затрагивала интересы человека. Все остальное, там какие-то лозунги, идеи, на котором нет материальной основы, она не сработает. Не живите иллюзиями, ребята. Кто-то опять говорит, давайте все соберемся в одном городе. Ребята, вы просто думайте. Вот из Кустанаи приедет в Алмату. Где он будет жить? Кто ему оплатит дорогу? Жить он должен несколько дней в гостинице. Кто-то его должен кормить, оплатить дорогу. Вы готовы десяткам тысяч людей найти деньги, чтобы они приехали в один город? Это первая проблема. Второе. Также в один город власть соберет полицию в одном месте. У них ресурсы в руках, самолеты в их руках. Они просто соберутся и создают численный перевес. Вы просто, когда что-то предлагаете, вы просто сначала подумайте над своим предложением, насколько это рабочая идея. Сейчас никто не знает, какая была численность, но я вам точно говорю, что были тысячи. Если в прошлый раз было 200-300 человек в Алма-Ате и в Астане, то в этот раз как минимум в 10 раз больше. Просто они были разбросаны, отсечены. Все улицы ключевые, которые позволяли к этому месту подтянуться, они были перекрыты. И поэтому это затруднены расчеты. Но мы оценку еще сделаем. Я понедельник вечером вам расскажу. Поэтому, ребята, давайте так. Не живите иллюзиями, не подвигайте идеи такие, что давайте в одном городе. Это похоже на непродуманную идею. Потом дальше. Давайте мы сейчас поговорим о тех или иных идеях, предложениях, чтобы у вас в следующий раз не было впечатления, что вот ваше мнение не учли. Например, я сегодня и вчера видел, вот надо было подать заявку на митинг, чтобы у полиции не было возможности цепляться. Я задал один вопрос, человек, который мне написал, а кто заявку подаст? У вас есть люди в 30 регионах страны, как минимум, чтобы они подали заявку на митинг? Последствия следующие. Тот, кто подаст заявку на митинг, он будет сразу преследоваться властями, его будут давить по работе, возьмут с него отпечатки пальцев и так далее, и так далее. То есть 30 человек должны знать, они могут сработать один раз. Подадут заявку и все, они выпадают из процесса, завтра попадают под контроль власти, и они не смогут выйти ни на митинг и так далее. У вас есть эти 30 человек? Я вам заранее скажу, их нет. Поэтому любую идею, когда вы предлагаете, вы говорите, вот, пожалуйста, сделайте это. Это знаете, как известный анекдот, как кошки собираются, ой, мышки собираются и говорят, мы знаем, как один говорит, я знаю, как предостеречь, чтобы когда, как к нам передвигается кошка, чтобы заранее знали. Как? Нужно повесить на шею колокольчик. Все захлопали, расходятся, один задает вопрос, а кто на шее этой кошки повесить колокольчик? И вот мышка говорит, я вам стратегические идеи подал, а исполнение это не я. Так вот, когда такие идеи предлагают, стратегические, это вот мне напоминает этот анекдот. когда ты предлагаешь ту или иную идею, ты должен его прям расписать, кто, как его будет делать. Просто мысль таких идей, которые не работают, можно тысячам подавать, а они не рабочие. Вот как вот написать заявку на митинг. Я вам говорю, сразу будете людей задерживать, преследовать, давить. Есть у вас 30 человек, как минимум, которые на это готовы пойти и выпасть из борьбы в будущем. Я вам приведу пример, как человек подал идею и даже сам не посчитал. Говорит, закройте потребительские кредиты, я вам гарантирую, все, выйдет 1 миллион человек. Так вот, я вам скажу так. Откройте данные, зайдите в Google, вы посмотрите, что потребительские кредиты имеют более 8,5 миллионов человек. Это официальная статистика. Так вот, если вы посмотрите цифры, тоже официальные, размер этих кредитов под 10 миллиардов долларов минимум. вы можете 8 миллионов умножьте, например, у каждого в среднем, возьмите просто миллион тенге, там потребительские кредиты больше. Что будет 8 триллионов? 8 триллионов. В одном триллионе 3 миллиарда. То есть, 3 миллиарда умножьте на 8 и получите 24 миллиарда долларов потребительских кредитов. Поэтому, ребята, я вам скажу, что это приблизительно годовой бюджет страны. Из каких средств нужно закрывать? В стране нет сейчас таких возможностей, чтобы мы пришли к власти и в один день закрыли потребительские кредиты на сумму 20 или 30 миллиардов долларов. Когда вы такие предложения делаете, зайдите в Google, проведите расчеты и скажите, да, это мы можем сделать. По ипотеке мы посчитали, там общая сумма по ипотечным займам по квартирам до 30 миллионов тенге порядка 4 миллиардов. Мы оценочно поняли, что реальности около 2 миллиардов долларов нужно закрыть, чтобы полностью покрыть ипотечные займы. А потребительские кредиты это минимально 10 миллиардов в реальности свыше 20 миллиардов долларов будет. Поэтому, когда вы делаете предложение, не превращайтесь в ту самую мышку, которая подает стратегическую идею, которая не работает. Я еще раз что хочу сказать, что акции протеста, мобилизация на акции, протесты состоялась. И по масштабам было больше, чем 10 мая, минимум в 10 раз. В этот раз людей задерживали целыми автобусами, подгоняли и забирали большим объемом людей. Вот то, что я знаю, вот на некоторых участках больше 100 человек, в реальности еще больше задержанных. Теперь люди у нас оказывают с момента создания запрета демократического выбора Казахстана 13 марта, вы видите открытой сопротивления. Никто не боится посадки за лайки. Очень много людей, которые откровенно снимаются, выходят. Вы посмотрите на демужественную женщину Майгуль Садыкова, которая из телефонов снимает, из шариков у нее менты конфисковывали. Типа, рез шаров был позорный. Вы посмотрите, у нас сейчас с 13 марта ситуация в стране кардинально изменилась. В этот раз со стороны полиции было вообще предпринято беспрецедентные меры по сопротивлению нашим действиям. Тщательно отработанные акции задержания. Задерживали людей на выходе из дома, на остановку, в общественном транспорте, прям заходили в автобус, оттуда вылавливали людей. Вы помните, какой у нас был чат в первое время? Пришло очень много людей, кто-то просто пришел, потом убежал, и постепенно чат качественно менялся. Из нашего чата уходили сомневающиеся, тролли и так далее. Сейчас в этом чате все больше тех людей, которые четко понимают, почему они находятся в этом чате. И общество так же развивается, как зародыш. Как вот ребенок, когда рождается, общество тоже меняется. Каждый день идут большие изменения. Сейчас сотни тысяч просмотров в Ютубе. Вы видите, что про шалу сейчас ни одного человека не найдешь публично, чтобы он, если это не Нурбот, не тролль, чтобы он хвалил Шала. Все понимают, что он вор и коррупционер, что он отбросил нашу страну назад. И общество меняется. И тот факт, что вот я в одном городе только привел пример, что из 35 человек только трое были из них 10 мая, а 32 были новых, говорит, что общество меняется, развивается, и это сделали мы, работая именно в этом чате, работая, агитируя по всей стране, привлекая в себе новых сторонников. И вот то, что власть предприняла беспрецедентные меры, чтобы этот митинг не состоялся, говорит о том, что мы на правильном пути, что мы делаем огромную работу. И не будет так, чтобы мы раз, два и все, и победили, такого не будет. Меняется наш чат, меняется общество, меняются люди и готовых сопротивляться сейчас все больше и больше. Притом сопротивляться открыто. Я озвучивал, какая цель этих митингов. Сейчас существует запрос на протесты. Сейчас существует запрос тех людей, большого количества, причем, которые против этого режима. И существует большая масса людей, которые еще не готовы включить в политический процесс, они готовы выдвигать вместе с нами экономические требования, например, по образованию, по медицине, по заработным платам. Но они постепенно придут к тому, что их вопросы не будут решаться, и нужно выдвигать политические требования, а именно добиваться отставки шала. Это придет поэтапно от экономических требований к политическим. Я многократно говорил, что от каждого митинга к митингу, от акции к акции наша численность будет расти, мы будем вырастать организационно, мы сумеем выстроить большую бюрократическую машину, которая также будет оперативно действовать и даже более того, сильнее, чем режим, тогда мы будем опережать их и по действиям, и тогда, когда нас будет много, тогда мы сумеем сменить этот режим. Я еще раз быстро отвечу по потребительским кредитам. вы поймите, здесь по-моему, мне кажется, я так думаю, не работает. Зайдите в гугл и увидите 8,5 миллиона человек и увидите сумму, кто-то брал полтора-два миллиона, кто 100 тысяч тенге, посмотрите и увидите огромные суммы. Я прошу не мысль категориям, я так думаю, мне кажется и так далее. Это несерьезно. Когда вы что-то говорите, готовьтесь, готовьтесь, это настоящий профессионализм. Не надо наскоком ничего делать, не надо наскоком что-то говорить, не надо говорить мне кажется и чудится. Это очень серьезное дело. Мы политическая организация, мы не можем говорить, давайте спишем потребительский кредит, потому что нам кажется, у нас под каждым нашим заявлением расчеты. Именно поэтому правительство не может выйти на прямой эфир, дискутировать, потому что им нечего сказать. У нас каждая фраза подбита расчетами с цифрами. Теперь вот о мерах, которые предпринимала полиция. Мы говорим о том, что давайте я вот сегодня слышал предложение, давайте мы 20 на 20 мест разобьем районы и туда позовем. Ребята, вы опять говорите удивительные вещи. Ну, допустим, 20 районов. У нас что, есть прямая связь с каждым из вас, допустим, мы имеем сторонников 20 тысяч в каком-то городе, например, в Астане. Мы что, с каждым из этих 20 тысяч будем созваниваться и говорит, ты иди в тот район, а ты иди в тот район. Мы что, имеем, мы знаем, что это не комитетчики, мы здесь идем массой, и вы знаете прекрасно, что внутри этого чата сидят комитетчики, МВДшники, они все нас слушают. Поэтому говорит, давайте за два дня сообщи, ну хоть ты за час сообщи, сразу это будет все им известно, потому что внутри чата сидят комитетчики. Мы же не можем 20 тысяч, например, в Астане каждому персонально позвонить и сказать на ушко им сообщить, иди на такую-то улицу. Нам нет смысла дробить, потому что мы не знаем сколько людей придет, потому что мы делаем призывы появиться там, и мы не имеем точных данных. Мы не можем создавать ячейки, как кто-то сегодня предлагал, нужно создавать ячейку из 100 человек. Ну создадите из 100 человек, что получится? Из них человек 10 будет провокатором КНБ, и эти 10 КНБ-шников всех остальных 90 сдадут, и все, эти люди не смогут дальше ничего делать. Вы когда что-то предлагаете, вы думаете, что вы говорите. Наш принцип был создавать ячейки, такие, где люди друг другу доверяют. А такие ячейки не могут больше 5 или 10 человек. Это близкие друзья и товарищи, которым вы как-то доверяете. Все, что выше этого количества, есть вероятность, что будет заброшено агенты. Агенты будут запрошены, они будут сдавать, и каждый ваш шаг будет известен. Поэтому это опять идея плохая. Сразу плохая, я вам говорю. Вот я вижу опять, ребята, вы повторяете, надо все в Астану. Ну что, весь миллиарды тенге. Ну что вы здесь фантазируете? У нас люди здесь кое-как даже 100 тысяч тенге не получают, перебиваются. Кто им должен перевести деньги? В какие банки, когда банки все контролируются? Как можно десяткам тысяч людей незаметно перевести деньги? Это невозможно, потому что в этих десяток тысяч людей обязательно будут сидеть агенты. Поэтому это не серьезное предложение. Вы думаете, неважно Астана или Валмата, это невозможно и нереально. Мы специально будем делать по всей стране, потому что акции протеста должны быть организованы по всей стране, и полиция должна быть размазана, растянута по всей стране. Они не должны суметь мобилизовать свои силы в одном городе. Им легче всего. Дал команду, сели машины, сели в самолет, и прилетели, и деньги у них в руках официально все сделают. Мы так не сможем. Поэтому давайте, когда вы эти предложения предлагаете, тщательно продумывайте. Потом здесь, когда говорят, что вот наш народ уже ничего не может сделать, только вот должна нам Европа помочь. Нам никто ничего не должен. Вот мы же не должны Европе или Америки. Почему они нам должны? Я говорю только о том, что они будут помогать только тогда, когда люди будут тысячами, тогда они будут оказывать давление Назарбаева, чтобы он не душил протесты. Будут оказывать давление, говорить, что он нарушает международные соглашения. А когда там десятки людей будут выходить или сотни, они даже не шелохнутся. Да, будут приезжать миссии, будут говорить, что он неправильно делает, да, мы будем работать над тем, чтобы были политические санкции, но это не быстрый процесс. Только тогда мы можем ожидать такую жесткую поддержку ведущих стран Европы и США. Только в этом случае. Но я говорю до всегда, нам нужно ориентироваться только на свои силы. Эта страна принадлежит нам. Вы же не говорите в своей квартире, эй, сосед, там внизу, где-то в соседнем доме, ну-ка, приди ко мне, помоги, а что ты мне не помогаешь мою квартиру помыть, кушать, приготовить? Так и здесь то же самое. Почему должны европейцы бегать за нас, решать все вопросы? Почему мы не должны это делать сами? Нас миллионы, это маленькая узкая политическая верхушка, мы их просто заставим, чтобы они делали так, как считает нужным народ, а не ориентироваться на ООН, какие-то суды и все прочее. Да, они нам будут помогать, я еще раз скажу, будут помогать тогда, когда мы сами себе будем помогать. Теперь как по полиции. Почему полиции удается мешать нам ставить машины, ставить какие-то отряды полиции и препятствовать проведению митингов? Это все им удается, потому что они организационно пока сильнее нас и численно, самое главное, сильнее нас. Вот представьте себе, возьмем Астану, мы назначили это место около конгресс-хола, если бы туда пришли 10 тысяч человек, полиция вообще ничего не смогла бы сделать. Невозможно ничего сделать против такой массы. Там во всей Астане несколько тысяч полицейских. Вы же видели, на каждого активиста им нужно минимум два человека, а реальности четыре. Тогда сколько должно полицейских быть? Если нас будет 10 тысяч в этом месте, должно быть 40 тысяч полицейских, а в Астане их меньше 5 тысяч, несколько тысяч всего лишь. Поэтому вы понимаете, основная проблема в том, что им удалось помешать нам провести митинги, чтобы в реальности не было нужной и необходимой массы ни в одном городе. Если в каждом городе будет по 5-10 тысяч человек, уже все, уже полиция ничего не может сделать. Значит, вопрос не в том, чтобы нужно нам рассредоточиться по 20 местам, это фантастические вещи, не работающие. Вопрос не в рациях, потому что эти рации все будут выключены, они через интернет работают. И власть, если вас будет мало, так же легко придет даже с рациями, просто увезет опять куда-то в отделение полиции. Ничего они не смогут сделать, тогда, когда нас будет тысячи, минимум 5-10 тысяч в каждом городе, минимум. Вот над чем надо работать, а не над какими-то вещами фантастическими, на 20 частей делиться, еще работает. Вот здесь предлагают якобы в трех местах митинги. Ребята, вы хоть в десяти местах спланируете, полицейский в десяти местах будет стоять. У них машины, у них рации, они всегда будут быстрее вас. Всегда. Хоть тысячу мест скажите, для того, чтобы тысячу мест быть, на сто тысяч должно быть. Понимаете? Это несерьезно. Нам нужно указывать места и туда подтягивать тысячи и получить численный перевес. Все. тогда никто, ничто не сможет удержать. Никто не может помешать нам митинги. Понимаете? Самая главная проблема это численность. Как мы получаем массу, все эти вопросы просто так умирают. Вот людей пакуют. Почему? Потому что мало. Потому что на одного протестующего приходится несколько полицейских. Понимаете, да? Приходят допустим тысяч человек, а их приходит несколько тысяч. Ну вы же видели? Если бы вот в этом месте сегодня даже собралось бы там 3000-4000 в одно место, да? Вот так вот масса пришла. Все, полиция умерла бы, сдохла бы. Там неким было бы задерживать такую толпу. у них нет таких сил. Полицейские, где бы вы не назначали, там Саяхати, хоть на границе скажите, все время будет иметь возможность туда приехать, перекрыть, поставить. Поэтому место не имеет значения, ребята. Где в Саяхате или еще где-то имеет место численность и организованность. Вот что является важным. В любом месте мы назначим, если мы получаем пятикратный, десятикратный перевес, все, уже они ничего не смогут сделать. Вот ничего никак не смогут помешать. Вот меня задают вопрос, почему не привлекаете через WhatsApp. Через WhatsApp мы на самом деле привлекаем. Сейчас около 40 тысяч сообщений в день уходят. Но WhatsApp группы вы знаете не более 250 человек. Поэтому мы не можем как Telegram создавать. В WhatsApp нет такой безопасности как Telegram. WhatsApp он лучше раскрывается и он небезопасный. И массовый рассыпь, когда мы делаем, люди пугаются, сразу блокируют. И сам WhatsApp спам, объявляет спамом эти номера. Тогда нам приходится терять эти номера. Их выключают на 72 часа, то есть на трое суток. и там не так все просто, ребята. Вы знаете, кто этим занимался, должны это знать. Мы делаем рассылку, мы делаем YouTube, WhatsApp, Instagram, используем все социальные сети, одноклассники, везде все используем. Но мы не можем в центре каким-то штабом все это сделать работу на миллионы, пока не будет активности других, пока мы не наберем в нашем чате, как я говорил до 1 июня, тогда я ставил график, согласовал, 450 тысяч человек, притом активных, у нас ничего не изменится. Вы посмотрите даже этот чат, казалось бы, да, каждый мог 5 человек привезти, и мы за один день на полмиллиона бы увеличились. Но не происходит же этого. Почему? Это говорит о том, что активных даже в нашем чате всего лишь несколько процентов. Остальные занимаются выжидательной политикой, наблюдают. Вот кто-то предлагает пробки создавать и так далее. Это тоже бессмысленная затея, что пробки создать и тоже нужно иметь тысячи активистов. В Армении, посмотрите, там вышло десятки тысяч, они пробки создали. Десятки тысяч. А мы еще только на первой тысяче в каждом городе двигаемся. Десятки тысяч должно быть. И тогда нам не нужны какие пробки создавать, ничего, абсолютно. Десятки тысяч выйдут одновременно в большом количестве городов. И все, власти не будет. Вот надо чем заниматься. Не пробки, нам нужно набирать массу, численность. Здесь задают вопрос, а как сделать так, чтобы у нас была численность? Ответ простой. Нужно сначала начать себя. В этом чате около 100 тысяч человек центральным. Достаточно каждому из вас привести пятерых, нас за один день станет полмиллиона. Не просто полмиллиона, а полмиллиона людей уже подготовленных, которые знают, что такое ДВК, какие у нас политические программы, какие у нас экономические программы, каких реформ хотим и добиться. Тогда эти люди будут не слепые, не просто так придут в ДВК, они будут подготовлены, они будут идейные, и среди них, если вы приведете с собой пять человек, а это будет 500 тысяч человек, 10% точно выйдут на митинги. Это в один день вы приводите 50 тысяч активных наших сторонников в состоянии выйти на митинг. Вот очень простая работа, очень простая работа, каждому из вас привести пять человек. Теперь опять кто-то подал идею, говорят, что нужны рации, чтобы лидеры ячейки друг другом слышали и координировались. Ребята, вы не забывайте, что ячейки между собой не общаются. Ячейка это пять человек, которые знают только друг друга и доверяют друг другу. Как только одна ячейка начинает общаться с другой, то тогда эта соседняя ячейка, если там будет находиться комитетчики, сдаст всю вашу ячейку, всю. Вы начнете общаться по этой рации с другой ячейки, значит, вы будете знакомиться, значит, вы сразу подставляете всю свою ячейку. Вы до сих пор не поняли, что такое ячейки. Ячейка с другой ячейкой не общается. Ячейка общается только с центром и только между собой. Не могут ячейки одна общаться с другой, потому что есть риск провала. Вот мне здесь говорят конкретные реакции западных коллег. Да, будет. 26 июня в Страсбурге будут слушать Казахстан в так называемых реформах юридической системы. Они будут хвастаться о развитии демократии. И мы, конечно, покажем европейским депутатам, Европарламенте, Совете Европы, что они врут. Мы покажем эти видео по аресту людей. Они дали много материалов. Если раньше Шал мог врать, у него не было оппонентов на Западе, сейчас у нас есть хорошая команда людей, мы их разоблачим, реакция будет. Да, это все будет. Но, как я говорил, не ориентируйтесь, что вместо нас Запад все сделает. Мы должны все сделать сами. Я сейчас не на негативе, я на позитиве. Я просто вам показываю, как строятся тельные процессы, чтобы не было шапка закидательства, чтобы умели анализировать, думать, продумывать. И тогда вы сами будете создавать умную ячейку, правильно двигаться, предлагать хорошие идеи. И мы тогда организуем бюрократическую машину умную, сильную, организованную. и мы тогда будем в состоянии преодолеть сопротивление этого режима. Я хотел бы еще на ряд вопросов ответить. Это тролли, не тролли, не важно. Я просто вам поясню, чтобы вы тоже могли аргументировать. Вот есть люди говорят, а Мухтар Аблязов, а что ты там издали сидишь? Вот Навальный, например, он вместе с народом. Ну давайте посмотрим на примере Навального. тоже поучительно. Навальный не успеет из дома выйти, 15 минут его арестовывает. Потом 30 дней сидит в тюрьме. И вот уже так несколько митингов проходило, и каждый раз он не успевал даже дойти до места. Его сразу арестовывали, сажали в тюрьму. Так в чем плюс, что Навальный сидит в тюрьме? Я уж не говорю о том, что он не прошел тот путь, который прошел я. Я суммарно просидел пять лет в тюрьмах. Вы знаете мою жизнь, да? То есть когда я уже прошел все эти испытания, Навальный только начал заниматься политической деятельностью. Тот путь, который я прошел давно, он только реально в начале пути находится, если говорить о Навальном. Давайте открыто буду говорить. И получается, что Навальный делится на 100 частей, по всей России ездит, эти же митинги, люди сами организовывают. В каждом городе, больше 100 городов России выходят тысячи людей. Что они ждут Навального в этом городе? Нет. Все что он делает, он вещает в ютюбе, объясняет что делать, и когда наступает день митинга, он пытается выйти, его арестовывают. Ну и что? Зачем тогда говорить, что вот как Навальный? В чем Навальный с народом? То, что на 30 суток его каждый раз закрывают? В этом что ли? Так извините, я 5 лет уже отсидел в тюрьмах. Что еще нужно сделать? Прилететь, чтобы меня убили что ли? И все. Кто будет организовывать сопротивление? Или от того, что я появлюсь, буду сидеть в тюрьме или меня убьют, все поменяется? Так я сидел сколько раз в тюрьмах, разве менялось все это? Разве власть не подавила маленькое сопротивление? Разве сотни тысяч людей выходили с протестами после этого? Нет. Поэтому когда говорят, чтобы вот ты приедь и в наших рядах будь, вы прекрасно знаете, что я даже только долечу, сразу штурмом возьму самолет, я буду арестован и в лучшем случае закроют в тюрьме и все. И вы это прекрасно знаете. Тогда что? Я выполняю свою задачу, я организовываю. Я сейчас не сижу в тюрьме, но вы прекрасно знаете, что моя жизнь находится под самой большой угрозой относительно любого человека в Казахстане, который решил пройти против режима. Я сейчас представляю наиболее реальную и опасную угрозу для режима, они готовы меня устранить в любой точке мира. Поэтому находясь на западе, я также перемещаюсь, двигаюсь, пытаюсь не попасть под их удар. И вот здесь еще дальше я хотел бы идеи. Вот каждая идея, люди, когда вы предлагаете, вы думаете, вы думаете, вот марш протеста по какому-то проспекту организуем, люди примкнут. Но во-первых, чтобы организовать марш протеста на какой-то улице, вы уже должны иметь знать, что там сторонники придут. Мы каждый раз двигаемся слепую, назначаем место и получаем, что получаем. Чтобы шествовать делать марш протеста, нужно четко иметь уверенность, что эти люди есть. Вот мы пришли теперь к одному из вопросов, который я регулярно поднимаю. Каким образом мы добьемся, чтобы действительно был костяк, чтобы от него отталкиваясь, мы ожидали, что пригнут новые люди. Нужно говорить о ячейках. Вы понимаете, почему нужны ячейки? Вот если штаб работает с ячейками, например, возьмем Алматы, 100 человек, значит, штаб знает очень хорошо 500 человек. А эти ячейки между собой не общаются. Штаб знает 500 человек, и тогда мы можем этим ячейкам говорить, что в такое-то время, в такое-то место нужно прийти, привести за собой членов ячейки. Мы знаем, что скелет 500 человек есть. Раз. И мы знаем, что к ним могут прикнуть еще люди. И мы знаем, что эти ячейки, правильно получив задание из штаба, они все будут действовать как единый организм. При этом даже друг друга не зная, это пятерки и десятки будут действовать как единый организм. Понимаете, почему нужны ячейки? Эти ячейки организовывают митинги, они приносят плакаты, они приносят громкоговорители. Эти ячейки работают с нами напрямую, они все знают. это те люди, которые уже четко понимают, какой цели достигают и почему они этим занимаются. Очень много людей, которые на первый митинг пришли, что-то прочитали, их тронуло, они к нам присоединились. Но руководители ячейки, сами ячейки, это должны быть организованные люди, которые очень тщательно подготовлены, знают все наши программы. Вот почему нам нужны ячейки. И когда на улице выходят десятки тысяч человек, эти ячейки организовывают эту массу, они управляют, их ведут по нужным улицам, по нужным улочкам, и в нужное место, если эти площади перекрыты, те, которые были предназначены для проведения митингов. Понимаете, почему нужны ячейки? Поэтому ребята, нам нужно научиться действовать сообща, строить ячейки. Нам сейчас нужны ячейки, при том ячейки по всей стране, это те люди, которые организуют акции протеста в каждом городе, в каждом городе, поэтому создавайте ячейки. Далее, снова и снова мы возвращаемся к основному вопросу к численности. Как я говорил, нам сегодня режим помешал провести митинги в назначенных местах, и нам не нужно прятаться, нам нужно просто создать массу. Вот если бы мы те или места собрали по 5-10 тысяч человек, они бы просочились, их невозможно удержать. Ну, тысяч человек они задержат, например, в Астане, для этого они должны 5 тысяч полицейских иметь, чтобы тысяч человек сдержать, остальные 9 тысяч, если мы 10 тысяч проведем, спокойно там придут и полиция будет парализована, когда такое количество людей, это невозможно с этим бороться, понимаете? Значит, снова и мы возвращаемся к двум вопросам. Первое, это создание ячеек, второе, наращивать численность. Как наращивать численность? Каждый в чате должен привести с собой 5 человек. Нас суммарно в чатах более 200 тысяч человек. Ну, пусть будем считать 100 тысяч. Пусть каждый из вас приведет 5 человек в этот чат и мы в один день вырастим на 500 тысяч человек. И из этих 500 тысяч человек какая-то часть будет готова идти на митинги. Эти 500 тысяч человек будет нами подготовлены. Это сейчас ключевой вопрос. Я не случайно говорю, когда у нас будет миллион и когда мы построим ячейки по всей стране, мы мирно сменим власть. Все остальные идеи ухищрений это на самом деле не дадут они никакого эффекта. Эффект даст только тогда, когда мы наберем тот самый миллион. Сейчас это главная задача. Кто-то говорит, что автомобилисты сигналили и так далее. Ребят, это все ерунда. Ну, они посигналят. И что, власть испугается? Ничего не изменится. Они испугаются и будут действовать так, как мы скажем, только тогда, когда у нас будет миллионы. Автомобили, крики, шумы, гаммы, они там какую-то роль сыграют при условии, что у нас сотни тысяч. Это основная задача. Поэтому я снова и снова обращаюсь к вам и говорю, что наши главные задачи привлечь в чат как минимум каждому пять человек. И тогда вы увидите, перемены наступят очень быстро, потому что эти пять человек будут вами подготовлены, они будут знать программы ДВК, они будут знать зачем и почему действует демократический выбор Казахстана. Я вот только сейчас отвечал на вопрос, что нужно просить решение на акции. Грэл задал вопрос, у вас есть 30 человек по всем регионам страны, которые подадут заявку на митинг. И я говорил, что в тот же день эта власть этих людей начнет прессовать, они выпадут из политического процесса. Если у вас есть эти люди, или вы сами готовы в том или ином регионе подать заявку на митинг, выходите на нас, мы вам оформим документ и вы подадите заявку на митинг. Следующий митинг мы организовываем 6 июля, как я говорил, мы в понедельник озвучим тему. Я жду от вас до понедельника в чат предложения, какую тему. Сразу скажу, что мы не провели митинг по образованию и мы должны настаивать, тем более, что власть сделала так, чтобы с 23 до 1 июля была сдача ЕНТ и после 1 июля будет много скандалов, будет очень много недовольных, поэтому тему по образованию мы должны довести до митинга. 6 июля я поэтому предлагаю тему по образованию оставить. У нас есть ролики, общество уже более-менее подготовлено. Две недели мы будем эту тему развивать и к 6 июля мы выйдем с темой по образованию. Но еще на этот митинг сегодня мы выдвигали требования, чтобы поднять заработную плату полицейским. Мы тоже программу опубликовали, цифры у вас есть, плакаты мы еще сделаем, они сейчас тоже есть. Понимаете, мы 6 июля будем очень тщательно подготовлены. И еще в понедельник я опубликую реформу по военным. Я уже выступал в прямом эфире, но я опубликую еще реформу по военным. Поэтому мы можем 6 июля выходить на митинги в поддержку полиции и военных, а также требовать бесплатного образования. И еще, когда кто-то предлагает давайте завтра проведем митинг или через неделю, это ошибка. Любая тема, любой митинг должен быть тщательно организован. Мы должны заливать ролики, мы должны готовить людей, мы никому не платим деньги, мы никому не приказываем. Мы ищем тех людей, наших сторонников, которые идейны с нами. Для того, чтобы они стали идейными, стали вместе с нами думать и разделять наши идеи, они должны знать наши программы, наши цели. Невозможно сегодня выбросить эту идею, завтра вся страна знает, это серьезная работа. Мы должны распространять рекламу в Ютюбе, в Инстаграме, в Фейсбуке, в других социальных сетях, мы должны выходить в прямые эфиры, мы должны объяснять, что мы хотим сделать, и это требует времени. Вот даже на тему по образованию мы месяц выпускали огромное количество роликов, против нас выступала прокуратура, делала заявление, и я уверен, что еще большая часть населения даже не знает, что мы собирались сегодня проводить митинг по образованию. Поэтому не бывает такое, чтобы за два дня мы должны раз и побежали на следующий митинг, или даже через неделю. серьезные митинги, заранее продумывается, заранее идет подготовка, нельзя на сколько ничего делать. И еще, здесь мне опять предлагают идеи, скажите, каждому сто тысяч, и тогда люди выйдут. ну, во-первых, допустим, миллион человек, миллион человек, даже тысячи тенге, это уже сколько? Это миллиард тенге. А если сто тысяч тенге, это значит сколько? Это фактически там, триллионы, да, наверное, сто миллиардов тенге. это несколько миллиардов, это 300 миллионов долларов. Поэтому, когда такие идут приложения, ребята, просто берите калькулятор и считайте. Каждое предложение должно быть продумано. Не делайте предложение просто, чтобы сказать. Каждая ваша мысль должна быть реальной, не фантастическое. И еще, здесь, ребята, вы правы, нам не нужно никого покупать. Мы предлагаем реальные вещи. Мы хотим, чтобы люди осознанно шли и осознанно меняли страну. Мы хотим построить непродажную страну, некоррумпированную. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они делают. И если мы предлагаем те или иные экономические платформы о том, чтобы зарплату поднять и так далее, это расчеты сделаны, это справедливость, это мы сравниваем с другими странами, мы смотрим бюджет страны, мы видим возможности, какие-то фантастические вещи мы не предлагаем. У нас под все есть расчеты. Именно поэтому власть молчит в тряпочку. Они не могут сказать, что эти предложения нереальные. И еще, я до сих пор вижу, что очень многие хотят чудес, чтобы им заплатили, чтобы за них положили жизнь и так далее. все эти реформы нужны не Мухтару Аблязову, нужны вам, они нужны народу. Мне не нужно образование, я образование получил, моим детям тоже не нужно образование, ее получили и получают. Я сам с этим проблемой справлюсь. Речь идет о нашей стране. Понимаете? Мне не нужны какие-то богатства, я их заработал и зарабатываю сам. Я сейчас думаю о стране. я и так практически все положил в борьбе с этим режимом. И все, что еще от меня требует, ты, говорит, еще положи свою жизнь, умри. И тогда, может быть, будут какие-то изменения, и тогда мы, может быть, тебе поверим. Понимаете? Это такие глупые мысли у людей, которые хотят чудо, хотят, чтобы Бэтмен прилетел, хотя бы кто-то за них что-то сделал, сами не хотят ничего делать. Они не являются нашими сторонниками, от них толку нет. Нам нужен миллион активных людей, которые реально готовы менять страну, и их не надо подкупать. Я хотел бы озвучить главные выводы сегодняшнего несостоявшего митинга, но куда подтянулись действительно большое количество людей. Главное, я хотел бы сказать то, что количество сторонников у нас резко выросло, и при том, не просто сторонников, активных сторонников, которые шли к этому митингу толпами, и полиция их не пропускала, но Назарбаев предпринял беспрецедентные меры, чтобы защититься от этого вала. Он был напуган, тюрьмы были перекрыты, везде полиция, вы видели их там, десятки, сотни, они перекрывали площади и так далее. Вы видите страх режима? Почему страх режима? Потому что он знает, что действительно, когда сотни тысяч людей выйдут на улицу, эти полицейские не спасут режим, ему страшно, он сейчас запугивает, думает запугать кого-то отдельных, остальные тысячи будут бояться, но сознание людей уже сильно изменилось. Вот вторая акция пошла, вы видели, на самом деле мы выставляем видео, сколько людей вышло, огромное количество, следующая акция будет еще больше, но мы для этого должны работать. Мы не должны опускать руки, на самом деле сегодня люди показали, что они готовы и хотят изменить этот режим, как я говорил, в одном городе из 35 человек 32 были новые. Сейчас, когда мы расширим тему, мы сделаем тему и полицейские, и военных добавим, к нам придут семьи этих полицейских, их родственники, их друзья, и также придут семьи этих военных, которые мучаются на этих квартирах с маленькой зарплатой, они не чувствуют себя нужными нашей стране. И еще к нам присоединятся те, кто не сдал ЕНТ, кто не получил возможность бесплатно обучаться, которые к 1 июля поймут, что их это государство в очередной раз кинуло, и у них будет желание вместе с нами участвовать в акциях протеста 6 июля. И еще наша задача на нашу сторону перетащить полицейских и военных. Вот здесь кто-то гордо говорит, что его банили за то, что он называл мусорами. Когда вы будете оскорблять полицейских, вы их не перетянете на нашу сторону. Ну хорошо, вы их назовете мусорами и гадами и все прочее. И что они станут нашими союзниками? Вы выполните цель перетянуть полицию на нашу сторону, вы достигнете именно обратной задачи. Так вы что хотите? Хотите, чтобы полиция нам помогала или чтобы она нас мочила? Или вы просто хотите выругаться? Лучше идите в степь, там, матюкайтесь куда-нибудь, пользы будет больше. Здесь мне говорят, что если бы полицейские не вели себя так жестко, тогда бы люди выходили. Вы причинно-следственную связь путаете. Как я говорил, когда нас будет десятки тысяч, полицейские будут как маленькие ягнятки, понимаете, будут тихо себя вести. Когда нас будет мало, а им начальство будет давать команду гасить, они будут гасить, будут отворачиваться в сторону, им будет стыдно, но они эту работу будут делать. А когда нас будет десятки тысяч, тогда вы не узнаете наших полицейских. Поэтому вы здесь путаете первопричины. Первопричина в том, что нас не было большого количества людей на этих акциях. Когда нас будет много, тогда все поменяется. Вот над чем надо работать. Не над машинными гудками, чтобы кто-то гудел, чтобы мы там ходили туда-сюда по улицам. Нет. Наша задача нарастить численность. Тогда мы одним ударом просто все вопросы решим. Не нужно нам кидаться на 20 мест фантастические идеи. Не нужно нам с космоса самолеты запускать, листовки кидать, тоже фантастические идеи. Дроны будут летать, тоже фантастические идеи. Нам нужно решить простую задачу. Каждому из вас в этом чате нужно привести пять человек. Это очень просто. Это проще, чем идти на митинг. Это проще, чем провести весь день в полицейском участке. Пять человек каждый из вас может привести ребята вот здесь мы говорим что 6 июля митинг опять выходит люди говорят нам нужны земельные китай надо быть последовательными мы еще первую тему не освоили первые по образованию и по поддержке полиции у нас не было мизинга вы предлагаете другую идею только сейчас я говорил что за две недели невозможно тему продвинуть надо выпускать ролики надо делать прямые эфиры нужно анализировать рассказывать о земле и так далее на это уйдет не менее месяца за две недели невозможно такие вещи сделать ну что вы опять фантастические вещи говорите потом вы говорите про китаю люди говорят китай не понимаю что они вообще говорят извините да потому что горит вот землю чтоб китайцы не давали игру где им дали землю просто покажите вот где-то в каком-то районе я знаю просто возьмите телефон съездите в это место снимите китайцев чтобы они там тучами там бегали и тогда поговорим зачем вы какие-то мифы распространяете это первое второе что эти китайцы придут во рву положит нашу землю увезут с собой что ли нет у нас есть граница пограничники есть миграционный режим китайцы чтобы ехать в страну должны оформлять визу чтобы работать на земле они должны получить разрешение на работу это целая процедура во всем мире так устроена поэтому это все сказки это вообще ерунда полная угроза в китае совершенно в другом состоит до в этих заводах мифические которых до сих пор нет 51 завода до в том что мы начинаем сильно зависеть от китайцев много займа берем мы зависим от того что в почти 40 процентов нашей нефтегазовой отрасли под контролем китайцы да это есть но нет никакой угрозы во всем остальном понимаете поэтому давайте озвучить реальные вещи как чтобы мы руками могли пощупать не надо фантастические просто как слухи как на базаре говорить поэтому давайте мы понедельник 21 часов обсудим тему митинга я предлагаю оставить без изменения тему образования потому что митинг мы не смогли организовать мы только организовали протест в этот раз будет легче сделать потому что вечером будет по всей стране праздники так называемый день астаны мы можем не день не днем делать а вечером на этих концертах будет много людей и власть не сможет остановить они сами на этих площадях будет проводить праздники и мы тоже туда придем и в какой-то момент какое-то время резко поднимем плакаты и тысячами организуемся и будем скандировать наши лозунги вот мы тогда их праздник и используем наших целях у меня спрашивает как бороться на митинге с провокатором ребята ну вы чё себе придумываете какие-то угрозы где вы видели у нас был всего один митинг 10 мая и где вы там видели провокаторов сегодня митинга не было мы не дошли ну вы чё придумываете себе какие-то угрозы и потом вокруг этого создаете много движения ненужных власти самим провокатор не нужны потому что если начнутся какие-то беспорядки это первую очередь ударит по власти будут неуправляемые процессы они с этим не справятся поэтому любые провокации они сами будут гасить они им страшно они будут думать что это мы там что-то делаем завтра сметем о чем вы говорите сама власть будет бояться провокаций когда мы одновременно делаем акции протеста по всей стране представьте во всех городах вспыхнут какие-то беспорядки все уже там не управляем процессы власти будет конец их просто сметут это может оказаться той самой спичкой для пороха понимаете поэтому они гасит на корню заранее нарушая все законы приходит домой берут предостережение да и не ходи на митинге так далее понимаете поэтому не думаете себе угрозы тем более всего один митинг был не было ни одной провокации о чем вы говорите чем вы думаете скажите что барсианы прилетят что будем делать мы в этом чате будем обсуждать все вопросы я постараюсь по максимуму ответить все эти страха которые говорите они понимаю все эти там те или мысли о провокаторах я их тоже понимаю может быть кто-то на меня не обижается где-то резко говорю да но я это где-то специально обостряю так лучше воспринимается бывает такая ситуация но мы в этом чате будем постоянно обсуждать эти моменты действительно образовывать людей это параллельно выходит youtube потом будет нарезаться ролики и многие могут вас послушать и понять почему мы так двигаемся почему мы так должны делать сейчас главные задачи как вы понимаете достижение численного перевеса нам нужно добиться численного перевеса как минимум в пять раз если полиции вас волна те например 5000 мы должны иметь перевес пятикратный нас должно быть 25000 как минимум лучше десятикратный перевес тогда все эти вопросы вот там стояли машины есть стоял омон они где-то что-то перекрыли сразу отмирает мы должны взять массой массы мы можем взять потому что их мало нас миллионы и наши задачи эти миллионы сделать своими сторонниками поэтому ребята приводите каждый в чат пять человек и мы эту массу получим и создавать ячейки чтобы управлять этими протестами мы вот так какое простое решение она решает все абсолютно все мы просто массы передаем любые действия режима я вот только сейчас говорил что место митинга не имеет значения вот человек написал здесь анес да типа давайте меняем места митинга там очень легко им ловить нас ну хорошо мы другое сделаем и что мы же публично объявляем за месяц за две недели они также его огородят там же поставить полицию даже за за два дня за час объявим они на машинах быстро приедут у них все в руках и все это сделать какой смысл нам что-то менять скажите мне они разве что в этом месте яму выкопает большую котлован тогда есть смысл менять или все забором запечатают да но это же нереально вы понимаете место митинга менять смысла нет если основание не будет яму выкупали что-то построили на этом месте что мы быстрее будем их двигаться мы все отделаем открыто потому что мы своих сторонников вызываем приглашаем через социальные сети это становится мгновенно публичной информации поэтому мы не скроемся понимаете наоборот для того чтобы они нам не могли препятствовать решение простое масса мы должны их пятикратно десятикратно быть по численности больше и тогда никакие их противодействия не помогут остановить нас вот она в чем загвоздка вот в чем ключ не надо дробиться на 20 частей на 1000 частей это все фантастика не нужно летать на крыльях нам нужно добиться численного перевеса не говорите авто фантастические вещи чтобы автозак не подъехал нужно в горах проводить или где-то глухой степи или в в оврагах понимаете давайте мы все эти мысли в сторону мы должны добиться численного перевеса и мы можем после этого проводить митинги хоть в аккорде в кабинете у назарбаева понимаете простое решение ну где вы найдете чтобы автозак не подъехал на крыше дома что ли давайте вот просто продумывайте свои предложения итак ребята сегодняшнее действие у нас я считаю нас усилили хотя сейчас наверное режим празднует победу вот мы не дали не допустили ничего такого нас сегодня было во много раз больше и в чем есть плюсы мы теперь учтем какие-то моменты какие-то ошибки если они были шестом июля мы мобилизуемся снова за эти две недели мы проведем большую агитационную работу и теперь день рождения шала 6 июля мы ему покажем этому на день рождения чтобы ему было в кавычках весело все кто хочет вести эфир вместо меня пожалуйста на русском казахском на каком языке не желать не требует от меня большего чем я умею я разговариваю бегло свободно на разговорном казахском языке я получил образование на русском языке поэтому я говорю на том языке которым легче всего лучше всего владею кто-то хочет на казахском вести не вопрос мы вам дадим эфир пригласим говорите выступайте не делайте такого чтобы из меня опять же бэтмена который все умеет все делает ролики выпускает там тысячи людей махнул рукой побежали делайте сами тоже первую очередь когда говорят вот такой-то ролик сделать надо ну сделайте сделайте тоже сделайте вот я здесь опять по месту договор давайте территорию рынка территорию рынка они возьмут огородят закроет в тот день всех выгонят и не будет вот как они площадь закрыли я же говорю все эти ущерения ребята они бесполезные бесполезные вы хоть скажите вот на крыше дома какого-то они эту крышу снесут скажите на рынке они рынок закроет людей всех выгонят понимаете скажите на территории университета они там заборы построить единственный способ это численный перевес лучшие организации дисциплина это лучшие но самое реальное это ячейки и масса это очень простая задача не нужно идти на баррикады вы просто каждый из вас пять человек приведите чат просто задача до этого вы просто читаете программы двк все у нас есть убеждайте людей становитесь лидерами и все надо ничего лишнего выдумывать это же простая вещь привести 5 человек нас 100 тысяч человек даже половины возьмем в нашем чате каждый из вас приведет пять человек 500 тысяч никакая полиция не справится такой массы никто не справится понимаете да очень простое решение ну что зачем фантазировать гудки там еще что-то на крышу в овраге там где автозаки не подъедут очень простое решение каждый из вас приводит в чат пять человек каждый из вас приводит на митинг пять человек все все вопросы будут решены одним словом я еще раз хочу озвучить позицию у нас все нормально наша организация растет мы проходим процесс периода роста штаб наш тоже укрепляется как вы видите у нас количество роликов количество выступлений количество прямых эфиров все становится и больше и больше наши материалы становится все качественнее и качественнее мы поднимаем такую тему которая затрагивает интересы миллионов не просто какой-то отдельной категории людей очень узкую миллионов и наша задача теперь затащить на эти митинги наших сторонников убежденных сторонников студентов их родителей это миллионы таких миллионы давайте вот над этим поработаем каждый из вас приводит пять человек убеждаем студентов убеждаем их родителей идем сами получаем численный перевес и все у нас получится не выдумывать ничего рации там все прочее это вообще-то из серии нереализуемых вещей если хотите попробуйте численный перевес ячейки и все дело сделано ребята никакого пессимизма все у нас нормально 6 июля идем на митинг понедельник 21 часов я жду от вас предложений по времени за это время мы должны узнать в каких местах в регионе проводит праздник день шала которую называют день астаной астаны во сколько часов предложений жду тему митинга наверное это должно быть вечером потому что вечером он будет там в астане салюты пускать я не знаю еще в каких городах будет салюты но мы должны сделать в то время когда будет массовое скопление людей на этих праздники в астане будет основной праздник давайте устроим шалу настоящий народный концерт в день его рождения чтобы он там испугался и бегал памперс каждый раз менял через каждые пять минут мне здесь говорят что наверное я расстроился нет ребята я не расстроился я всегда готов к любым событиям чтобы вы знали и наверное надо быть было быть ожидать каких-то чудес я видел что полиция готовит беспрецедентные меры оказывается давление но мы могли преодолеть только при массовой численности при максимальном превосходстве но чудес не бывает если нас прошлый раз было я не знаю там человек 500 суммарно по стране там в астане в астане было где-то человек 300 в алмате 200 и какое-то количество не прошло ну допустим пару тысяч человек до в этот раз нам нужно было добиться чтобы суммарно было там 20-30 тысяч человек тогда мы бы мы даже в этом количестве пробились бы да вот но шаг за шагом мы добьемся потому что в этот раз численность была значительно больше чем прошлый раз раз во вторых власть предприняла беспрецедентные дел меры давления вы это прекрасно знаете и даже в этих условиях люди выходили и притом пришли новые люди сейчас придут еще раз новые люди потому что наша реклама распространится дальше сейчас а следующей неделе у нас вас а будет все усилен лучше работать и вы приложите силы я знаю что у нас сейчас сложился костяк активистов который всегда готовы выходить даже если их пугает запугивает обещает посадить они готовы всегда то есть у нас уже этот костяк развивается строится и он будет только расти да вы здесь правы здесь вот саша баронко он говорит мы должны выходить во время праздника да именно мы должны воспользоваться их праздником время тоже правильно выбрать когда вот этот праздник двигается мы просачиваемся на это праздник и потом резко начинаем действовать озвучивает свои лозунги начинаем организовываться понимаете да именно мы теперь должны использовать их праздник назарбаев никогда не конкурировал за власть он заранее подавлял и вот в истории его правления это первый случай когда вот такое количество людей выходит первый случай когда вся полиция страны заранее всех вылавливает первый случай когда по всем регионам страны это происходит по всем вы и он не потеет ему страшно у него ужас его боятся его дети и внуки его родственники всем страшно потому что они имеют большое количество аналитиков который анализирует социальные сети также в наших чатах сидят их провокаторы они слушают они видят реакцию народа и они все это пишут доклады и отчеты и шал ужасается ему страшно он уже в возрасте у него нервы сейчас уже не те поэтому он хоть и прошел период советские да у него под большой но ему страшно он никогда такие ситуации попадал а представляете как страшно его окружению его внукам детям которые все пришли и вот на готовенькой воруют миллиардами они понимают что возмездие к ним приближается поэтому они действительно всего боятся и от страха всякие судорожные движения делают мы все равно перетянем на свою сторону полицию не надо звать называть полицейских мусорами не надо их ругать они часть нашего народа давайте поддерживаем полицию поддерживаем военных и так перетянем их на свою сторону не оскорблениями а протянем руку к ним если вас противник боится считайте что вы на 50 процентов уже победили вот представьте два боксера идут на ринг если уже вас ваш противник боится считайте что вы уже наполовину победили сейчас шал со своим окружением нас смертельно боится мы его победим и очень скоро нам нужно мобилизоваться привлечь больше сторонников и вы увидите как это режим быстро падет поэтому не оскорбляем полицию не оскорбляем военным военных продвигаем наши программы убеждаем их перейти на нашу сторону своего друга родственника соседа шаг за шагом работаем над этим ломаем систему изнутри еще никто такой работы как мы не делал все равно до в армении это была работа также были социальные сети тоже через телеграм но у них все равно страна одного города нам сложнее но зато мы более организованы мы заранее озвучиваем программы самые разные никто еще на постсоветском пространстве так фундаментально не двигался никто еще так не организовал процесс мы первые и вы знаете что в телеграм мы за полтора месяца стали самым крупным чатом вообще в этой сети она работа по всему миру самым крупными это большой успех это сделали вы поэтому ребята давайте не падайте духом все у нас получится как я говорил должен быть в рост поэтапный не ждите чтобы сегодня вам сантиметр и завтра устали два метра мы будем расти поэтапно будем расти правда быстро качественно чтобы не было провалов и устроим праздник шалу 6 июля я сегодня свой эфир завершаю я хочу поблагодарить вас за то что вы сегодня проявили волю многие побыли полицейские участка по 6 8 часов это все будет не зря это жизненный опыт это вам пригодится чтобы вы завтра нашли свое место в новой политической системе стали одним из лидеров этой новой политической системы я снова выхожу в эфир в понедельник в 21 часов савангдар до встречи в понедельник